Мы удобные и смелые, сильные и умелые. Спортом занимаемся, не ленимся, стараемся. Чтобы в Олимпиаде участие принять, надо все длинные виды спорта знать. Мы с спортсменом превратились, и на Олимпиаде в пяти не очутились. Молодцы, дружные! А теперь сделаем несколько движений. Давайте, кто приседает? Начинаем зарядку, молодцы! Ну все, на Олимпиаду в Пекин поедем, да? Ваня, кого мы рисуем? Мы рисуем лыжника. Лыжника. Как ты его нарисовал? Я сначала сделала схему, потом... Стала уточнять? Стала уточнять, потом раскрасила. А потом раскрасила, да? Что он у тебя делает? Где он у тебя отдыхает? Он у меня около гор катается. Ага, он у тебя улетел или уехал в горы, да? Подышать свежим воздухом. Хорошо, такая лыжная прогулка. Молодец! Лена, кого ты рисуешь? Лыжника. Где она у тебя и что делает? Она едет по склону... Съезжает со склону, да? Так, в горах. Как ты ее нарисовала? Вначале я построила схему, а потом начала добавлять одежду и добавлять еще какие-то вещи и окружение. Молодец, умничка. Кого рисует Даша? Девушка, которая на лыжах в выходной решила подышать свежим воздухом. Она хочет быть здоровой. Здоровой, молодец. Смотри, конечно, в таком лесу покататься на лыжах, подышать свежим воздухом, да? Кто не хочет? Молодец твоя девушка, умничка. Алина, кого рисует? Фигуристку. Какими качествами должен обладать? Силой, выносливостью, трудолюбием, терпением. Да, чтобы добиться больших результатов, да? Да, стараться. Молодец, красивая получилась у тебя фигуристка. Соня, а кого ты рисуешь? Лыжника. Так, что он у тебя делает, лыжник твой? Он накрывал туловище, согнул ногу вперед и отталкивается. Руками. Руками отталкивается, да? Палками, чтобы набрать скорость, да? А как у нас такое движение получилось? Руки у нас состоят из двух частей, да? Поэтому мы можем их согнуть. И ноги точно так же, да? Состоят из двух частей. Поэтому у нас одна часть, верхняя часть ноги пошла вперед, другая вниз, да? А другая нога прямая, да? Которая отталкивается. Так, Милена. Кого ты рисуешь, Милена? Я рисую снова бартиста. Так, какая у него красивая форма. А почему она у него такая яркая? Потому что это опасный вид спорта, и за ним нужно следить, чтобы он, если упал... Чтобы не потерялся, да, в горах. Так, хорошо. Так, а что у него за такое движение? Ну что, он присел, да? Да, вот он присел, и он скатывается с горы. С горы, да. А какими качествами он должен обладать? Силой, ловкостью. Он должен быть физически подготовленный. Конечно, да. Потому что это вид спорта такой опасный, да? Ну, вот я смотри, какой правильный. Это он тебя... Какое движение делает? Он присел на корточке, да? Он съезжает сейчас с горы. Да, и вот так вот присел, и руки расставил. Мога, покажи нам. Вот так вот. И управляет своим движением руками, да? Хорошо получилось, молодец. Так, сейчас Женя будет у нас вырезать контур сноутбордиста для нашей коллективной работы. Женя, как правильно нужно держать ножницы? Нужно держать за тебя невысоко от глаз. Молодец. Чтобы ровненько все получилось, да? Да. Немножко. Спинка ровная. Да. Мога, честно. Все правильно. А что у нас Настя нарисует? Лыжника, который падает и рассмеялся. От того, что он упал, да? Да, ему весело просто. Откуда же он сейчас скатывается? С горы. С горы. Так, если он у тебя упал, Настя, то что у него там с руками? Он их что? Поднял вверх. Развел в сторону. Да, что ему так весело, да? Да. Так, а ноги? А ноги согнул. Согнул в коленек, да? Да. Молодец. Смешно получилось, да? Да. Хорошо. Лера, а что ты сейчас делаешь? Сугробики. Зубной пастой, да? Угу. Тоже стучишь и выкладываешь вот эти линии, да? Которые похожи на сугробики. Нравится зубной пастой рисовать? Да. Ну-ка мы сейчас посмотрим, как у тебя получилось. Ой, настоящая красавица, да? В зимней шубке. Угу. Красиво очень получается. А это Сонина елочка. Соня, понравилась зубную пасту рисовать? Угу. Тоже какая красивая, нарядная стоит. А вот Настяна елочка. Настя даже принесла две зубные пасты, да, Настю? Жемчуг. Новый жемчуг и бендамет. У тебя такая она пышная. Вся она стоит в белой шубке. Настяна, что нам еще здесь в этой елочке нужно сделать? Наверное, тень под иголочками, да? Да. Давай с тобой найдем холодный зеленый и будем рисовать тень. Вот в этих местах, да? Под лапками. Ксюша Доной рисует зимний. Вот умнички. А пахнет вкусно очень. Ребята, у нас сегодня с вами заключительное занятие, итоговое занятие. Мы к нему готовились целую неделю. Оно у нас называлось занятием. Мы готовимся к Олимпиаде в Пекине. Скажите мне, пожалуйста, в каком году пройдет эта Олимпиада? В 2022 году. В 2022 году, правильно. Это зимняя Олимпиада будет проходить. В Китае, да? Да. Так. Мы с вами рисовали зимние виды спорта. Кто мне их назовет? Кто какие знает зимние виды спорта? Катание. Фигурное катание. Фигурное катание. Так. Лыжи. Сноутборд, да? Да. Санный спорт. Что еще? Прыжки. Прыжки с трамплина. Правильно. Так. Хорошо. Что, кого мы с вами рисовали? Фигурных снуков и фигуристов. Мы рисовали с вами фигуристов. Вот они у нас, да, здесь на катке катаются. Кто-то разминается, какие-то упражнения. Выполняет так. Кого еще рисовали? Лыжников. Лыжников рисовали. Так. Хорошо. И еще. Сноутборд, да? Сноутборд, да? Молодцы. Какими качествами должен обладать спортсмен? Выносливость и силой. Выносливостью и силой. Так. Стройная фигура. Если ты будешь заниматься, то ты будешь стройная. Так. Еще. Ловкость и меткость. Ловкость и меткость. Молодцы. А для начала, наверное, нужно выполнять утром что? Зарядку. Зарядку, конечно. Тогда мы будем сильными и здоровыми, да? Да. А какую мы с вами работу выполняли? Вот чтобы показать, что это у нас с вами зимний вид спорта. Что мы рисовали? Елочки, снег. Елочки. А как мы елки с вами рисовали? С помощью зубной пасты. Да, мы использовали зубную пасту. И она нам вот такой эффект дала, да? Прям такие елочки стали объемными. Снежочек падает. Приятно лыжникам что? Кататься и дышать свежим воздухом. Молодцы. Так. И теперь вы мне прочитаете в конце. Умные, спортивные, ребятами, активные, ловкие, зародные, ко всему уходим. Молодцы. Давайте похлопаем друг другу. Будете спортом заниматься? Да. Молодцы. Но зарядкой нужно заниматься обязательно. Умнички. Продолжение следует.